Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Это ежедневный обзор событий, происшествий и мероприятий в изложении наших авторов. В сегодняшней программе вы, разумеется, увидите репортаж с первомайской демонстрации. Но, конечно, будут темы, связанные с праздничными мероприятиями, приуроченными к 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Вот краткий анонс информационного выпуска. Международный день труда. Первомайское шествие, даже несмотря на дождь, с успехом прошло в областном центре. Наша победа, наша гордость. В Ледовом дворце открылась выставка, посвященная 70-летнему юбилею Победы. Слет кадетов. В Академии ФСИН России воспитанники кадетских классов провели строевой смотр. Ну а теперь о всем подробнее. И прежде всего о состоявшемся в пятницу первомайском шествии. Погода в тот день несколько подкачала, но, несмотря на моросивший дождь, шествие горожан получилось весьма внушительным и даже парадным. Подробнее о том, как колонны трудовых коллективов прошли от Площади Победы до Площади Ленина, расскажет Оксана Тебенихина. Мир, труд, май. Этот лозунг объединяет каждый год миллионы россиян и сотни тысяч рязанцев. В первомайском параде принимают участие труженьки совершенно разных сфер деятельности. И ничто, даже проливной дождь не остановит наш народ. Вот такая добрая традиция празднования Дня труда. Рязанский государственный медицинский университет уже традиционно принял участие в первомайской демонстрации. Студенты, сотрудники и преподаватели торжественной колонной прошли по центральным улицам Рязани. В составе колонны РязГМУ более 600 человек. Когда действительно сотрудники студентов выходят все вместе, это говорит о том, что в коллективе царит хороший климат. В коллективе царит климат, дружба, взаимопомощь и взаимодействие. И только в такой ситуации действительно любая организация может развиваться. И, конечно, это хорошее настроение, несмотря на такую погоду. Поэтому мы всегда участвовали и участвовать будем. И год от года наша колонна увеличивается, что нас не может не радовать. И несмотря на дождливую погоду, настроение у студентов-медиков было преотличное. И они им с радостью делились с окружающими. Всех рязанцев, всю страну с 1 мая. Днем трудящихся и всего самого хорошего. С праздником, рязанцы! Ну, с праздником, рязанцы! Всего хорошего с 1 мая! Мир, труд, мая всем! С 1 мая! Еще одним приятным сюрпризом для рязанцев, организованным Рязанским государственным медицинским университетом, стал флэш-моб. Будущие врачи для зрителей в форме танца рассказали о том, как нужно действовать, оказывая первую помощь. И изобразили сердечный ритм. К танцующим на сцене могли присоединиться все желающие. Но зажигательные танцы были только началом масштабной акции. Рязанский государственный медицинский университет развернул пункт, где все желающие могли узнать свое давление и получить консультации врачей. Гуляющим на Соборной будущие врачи раздавали памятки по поддержанию здорового образа жизни. Акция призвана привлечь внимание к проблеме поддержания здоровья и проведена в рамках года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вот так весело и с пользой рязанские студенты-медики отметили праздник труда. А сегодня Рязань присоединилась ко всероссийской акции «Сирень Победы». Сирень считается символом весны и светлого праздника. Ведь в мае 1945 года советских воинов-освободителей, возвращавшихся домой, встречали как раз ветками сирени. Сегодня перед зданием Ледового дворца появилось несколько молодых кустов этого растения. А внутри спорткомплекса открылась выставка «Наша победа, наша гордость». 5 мая во дворце спорта «Олимпийский» торжественно открылась театрально-выставочная программа «Наша победа, наша гордость». Это проект, приуроченный к 70-летию празднования победы в Великой Отечественной войне. В гостях на первом сеансе побывали рязанский губернатор Олег Ковалев, вице-губернатор Сергей Филимонов, председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин, глава муниципального образования города Андрей Кашаев и, конечно же, ветераны войны и труженики тыла. «Я рад приветствовать вас на открытии выставки «Наша победа, наша гордость». Символично, что в числе первых посетителей и ветераны Великой Отечественной войны и молодежь. Сегодня, как никогда, важно, чтобы молодые люди в полной мере понимали историческое значение победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Знали о немеркнущем подвиге наших отцов и дедов, о мужестве, героизме и несгибаемой воле, несгибаемой силе духа тех, кто боролся с врагом на передовой, работал, не жалея сил в тылу, отдавая все для фронта, все для победы». На площадке перед дворцом для приглашенных работала солдатская кухня и выставка военной техники. А гости праздника посадили сиреневую аллею в рамках всероссийской акции «Сирень победы». А в фойе Ледового дворца развернулась выставка художников, посвященная Дню Победы. Молодые активисты раздавали георгиевские ленточки, а также записывали видеопоздравления для ветеранов-фронтовиков. Глава региона в рамках осмотра выставки зарегистрировался для участия в акции «Парад победителей». С фотографией своего отца, героя войны, он также примет участие в шествии во время парада 9 мая. Здесь же в фойе состоялась презентация пятого тома книги «Солдаты победы». Экземпляр получил в подарок и Олег Ковалев. Рядом с нами живые свидетели, участники тех славных событий, наши ветераны. У вас училось наше послевоенное поколение по-настоящему любить свою Родину. Не жалея сил работать на благо народа, принимать решения, направленные на улучшение жизни нашей стране и нести за них ответственность. С вас берут пример и наши дети, и внуки. И мы сделаем все, чтобы эта живая связь времен никогда не прерывалась. В открытии выставки приняли участие, конечно же, и ветераны Великой Отечественной войны. Я вижу подрастающее поколение, которое на равных с нами будет жить и творить, как и мы в своем детстве, которое и в юности, которое было воспитано Николаем Островским, как закалялась сталь, Фурманов, Чапаев и так далее. Сейчас, сейчас молодежь тоже в таком же духе, как и мы. И я надеюсь, что они всегда, как и мы, будут нести знамя той победы, которую мы завоевали. Для гостей была организована первая официальная экскурсия по интерактивной выставке на Ледовой арене, состоящей из 16 залов. А актеры студенческого театра «Переход» показывали сценки из жизни, посвященные памятным датам 1941-1945 годов. Это и городской парк 22 июня в 4 часа утра, отправка на фронт красноармейцев в вагоне обороны Брестской крепости и битва за Москву, за Сталинград. В общем, правдиво показаны образы героев войны. Выставка в Ледовом дворце будет работать до 8 мая. И еще одна акция, посвященная юбилею Победы, прошла сегодня в Крымском парке, который располагается на территории 57-й школы. Акция эта с экологическим уклоном. Называется она «Чистый город к Великой Победе». В ее рамках рязанские общественники и предприниматели объединили усилия, чтобы сделать город более чистым. Они провели уборку в Крымском парке и посадили там молодые деревца. В Крымском парке, который находится на территории школы номер 57, стартовала акция «За чистый город к Великой Победе». Организаторами акции стали представители регионального отделения Общероссийского народного фронта, а также предприниматель, руководитель компании «Автодизель» Вячеслав Иванкин. Столько дождливых дней было в Рязани, и вот сегодня за последнее время, наверное, первый такой солнечный день. И это, я думаю, неспроста, потому что здесь, в парке, в Крымском парке, рядом с 57-й средней школой, сегодня стартует акция «За чистый город к Великой Победе». Во время акции территория парка приводится в порядок. Выпиливаются старые ветки, высаживаются молодые деревца, разбиваются клумбы. Посвящена акция, само собой, скорому празднованию юбилея Победы. И направлена она в первую очередь на то, чтобы привить молодому поколению уважение к родному городу. Это очень символично, что акция «За чистый город к Великой Победе» стартует сегодня в Крымском парке у камня, заложенного в честь воссоединения Крыма с Россией. Мы воспитаны в советское время на фильмах, на книгах, которые читали иногда. И мы чтим этот день, День Победы. И мы рады, что мы участвуем в этой акции по уборке и по содержанию дальнейшему прекрасного парка Крымского. Своим примером организатор акции хочет показать предпринимательскому сообществу, что общими усилиями, взяв шефство над небольшим зеленым уголком нашего города, в очень короткие сроки Рязань превратится в настоящую красавицу. На мой порядок здесь мы решили совершенство на медицинскую школу, в частности на Крымском, 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 Крымском и Крымском. И хотелось бы призвать всю бизнес общественного сообщества и поддержать нашу инициативу в программе «Чистофер». Мы здесь живем, это наш дом. Вы видите, какая у нас большая территория, площадь которого больше двух гектаров. Но те растения, которые находятся на нашей территории, они уникальны, потому что здесь более 30 различных сортов. Несомненно, эта акция является прекрасным примером для всех нас. Тем более, что проходит она на глазах юных рязанцев. Патриотическое воспитание – тема, которая никогда себя не исчерпает. Сегодня же на плацу Академии ВСИН воспитанники кадетских и профильно ориентированных классов печатали шаг, соревнуюсь в мастерстве маршировать. Примечательно, что слет кадетов получился юбилейным, а именно – десятым по счету. Товарищ генерал-майор, участники юбилейного десятого парада смотра кадетов и учащихся военно-ориентированных классов города Рязани и Рязанской области для проведения мероприятия, посвященного 70-летию Великой Победы, построены. Десятый парад смотра воспитанников рязанских кадетских классов прошел, и это, похоже, уже стало традицией, на плацу Академии ВСИН. Ребята представляли как команды Рязани, так и четырех районов области. Надо сказать, что всего в регионе открыто около сотни кадетских, либо профильно-ориентированных классов, где школьники готовятся в том числе и к поступлению в военные вузы. Ребята в этом возрасте, и в 17-летнем, и в 10-летнем, это тот материал, с которого, грубо скажу, лепить можно все, что угодно. И если они заняты, если ты их заинтересовал трудом своим, заинтересовал подвигом его дедов и прадедов, они не то что откликаются, а они впитывают в себя все и с радостью принимают участие во всех мероприятиях. За прошедшие 10 лет парады смотра кадетов приобрели четкий регламент. В команду входит по 16 человек, одетых в единую форму со знаками отличия и атрибутами, установленными для каждого класса. Оценивается не только прохождение торжественным маршем, но и лучшее прохождение с песней, а также проводится строевой смотр формы воспитанников. Нынешний парад открывал коллектив курсантов-барабанщиц. Далее ребята под аккомпанемент оркестра пробуршировали перед трибуной почетных гостей Академии ФСИН. И дети, и чуть постарше возрастом, они молодцы, они очень многое сделали для того, чтобы перед ветеранами показать себя будущее поколение, оно такое же сильное, мощное, крепкое. И родиной нашей можно гордиться только, что в будущем страна наша будет процветать. Ветераны боевых действий говорят, что сейчас патриотическое воспитание молодежи необходимо как никогда. Внешнеполитические вызовы, с которыми сталкивается Россия, требуют от юношей ответственности и уважения, чтобы, если потребуется, они могли отстоять честь Родины. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет главный врач Рязанского областного клинического госпиталя для ветеранов войн Наталья Асычная. И речь пойдет о работе лечебного учреждения в канун 70-летнего юбилея Победы. А с новостями на сегодня это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова